доброе утро дорогие друзья сегодня по моему уже 15 мая очень давно не было роликов на канале но друзья пришла весна очень много работы ее нужно делать очень устаю конечно а сегодня должна выбраться наконец-то в магазин в адрес я там кое-что заказывала так по мелочам зайти в магазин мне тоже кое-что закончилось из продукта ну и вот выбрала момент сколько я пока не в пыли не в грязи более менее красивая решила с вами немножко пообщаться у нас очень солнечно и уже да наверное неделю дождей точно не было и не предвидится стоит жара в один день прям дух очень жаркий ветер такой суховей конечно это не очень хорошо для растений все требует влагу не всходит может быть поэтому картошка я ее сажала 1 2 мая там нашла одну луночку вот только-только начинает сходить нет дождика поэтому поливаю все из шланга и картошку тоже вот это видео скорее всего будет сборная солянка я там вам кое-что вставлю у меня прошел день рождения и может быть какой-то кусочек от видео я вам вставлю приезжал лёшек приходила дочечка в общем мы немножко посидели отпраздновали а потом как-то совсем не было времени снять что-то для вас лёшек уже взял триммер сейчас нужно покатить траву за двором потом хотим спилить эту яблоню ну и так на что времени хватит конечно что можно успеть я покрасила там уже забор два дня не могла вообще ничего делать болел очень спина вчера лёшек на ночь мне приклеил перцовый пластырь кстати друзья очень дешевое лекарство и действенное мне стало полегче пока лёшек там по магазинам бегал я красила забор пойдемте косить траву люстры нашел до ключики нашел нет куда-то задевала вот там у нас вот вы видите там уже крыша строится в общем я так понимаю люди собираются жить или как-то лучше обустраивать свою жизнь в общем пошел отток из города можно сказать в провинцию ветер какой-то поднялся что не включает вот и солнышко выглянуло в общем на мой день рождения всегда так погода 150 раз переменится один раз и снег дождь и солнце и град был все как-то все в одно время вот видите что я здесь низ прокрасила теперь нужно подождать пока высохнет хотя бы немножко может второй раз еще вот здесь вот пройдусь вот а потом уже будем закладывать ну и засыпать сейчас пока лёшек там косит я сейчас пособираю вот эти все камни вынесу в ерок вот солнышко выходит прям как теплышко хорошо сегодня у меня взошла наконец-то взошел далеко вот не знаю спеет он выделить в этом году конечно поздновато я о нем узнала поздновато его посадила ну что будет здесь бутончики будет цвести я думаю я надеюсь что будет цвести в этом году биончик в общем посмотрим вот это вот выкинула не знаю как называется это растение этими розовыми красивыми цветочками цветет вот здесь от того растения видимо семечко упала вот видите и вот там росло я его выкопал пересадила вот сюда вот хотим здесь поставить забор лёшек уже узнавал сколько стоит столбы у нас кстати недорогие шестиметровая профиль труба стоит 200 рублей всего я вообще просто удивлена ой ну какая же вот эта сочная зелень папоротника выжил в том году он здесь так болел бедненький я его конечно поливала вот выжил видите какая красота вот лёшек там кусит ух уже так покосит ну вот что помогать тебе с проводом или леска уже все наверное леску уже да нормально ивка принялась растет вот уже какая вымахала вот не знаю как этого мужчину зовут один делает все видите уже там опоры стоят будет совсем другая крыша и будет уже тогда красивый дом а то там как-то один дом прилегает к другому короче работаем ну что друзья яблони нет посмотрите сразу сколько стало места и сейчас я вам покажу внутренности этой нашей яблони я вообще не знаю как она жила лёшек уже тут все пораспиливал посмотрите что было внутри стволов этой яблони всю изъел короед я думаю может из этих пеньков что-то можно посадить какие-нибудь цветы в них вот в общем не жалко если честно ну потому что сами видите что дерево уже доживало дерево мучилась пришла дочечка но уже практически вот одна ветка осталась все перетащили вон она наша яблоня уложили ветки там подсохнут и потом очень хорошие фруктовые деревья дрова имеется ввиду будем жарить шашлычки на этой яблоньки дочечка подарила мне интересный подарок говорит забрала два последних вот таких фонарика они светятся сейчас конечно ничего не видно не светло а вечером будут светиться конечно таких фонариков будет со временем здесь больше и вечером будем наслаждаться этой красотой но там мы уже готовимся садиться отмечать мой день рождения сейчас покажу наш стол лёшек порезал колбаску привез опять вкусную колбаску вот растет наконец-то взошел мой далекоз пришлось здесь делать вот такую ширму от котов это я недавно открыла ей паштет дочечка сделала свой фирменный салат вот но у нас здесь все по простому куриная котлетка салатик вчера готовила очень вкусную пиццу с заварным тестом понравилось в общем все на скорую руку сейчас будем кушать всем приятного аппетита кто кушает лёшек открывает привез из москвы массандру мое любимое вино массандра когор гурзов гурзов да в общем разливай по бокалам и будем садиться пьянствовать да нет будем обедать и поздравлять нашу именинницу спасибо спасибо вам дорогие мои закрыла окно чтобы хотя бы немножко ну не такой был темный кадр да у меня всегда трудовой день рождения я на свой день рождения обычно штукатурю крашу что-то делаю вот я бы не завалила до лёшек уставшие но все сколько я тебя переделал были и покосили травку покосили я вам не показывала результат но уже не пойду все друзья садимся кушать и если я поздороваюсь в этом ролике несколько раз это просто сборная солянка и я не знала когда и как я это выложу вот вот такие мне фонарики подарили видно вот они беленькие от солнца заряжаются и потом вечером красота посмотрите какое у нас голубое голубое небо сейчас около ну где-то пол десятого без двадцати десять в общем уже тепло я в своей отдыхалочки вот очень люблю эту майку и так поняла для себя что чем проще тем мне больше я из этой вещи не вылезаю чем проще вещь связана здесь обычные столбики с накидом столбики такая мережка один столбик пропущен и все ну и вот такая косынка ее можно носить вот так как косынку на шее но и на голове здесь вот так вот растет лучок я его полила прополола весь лук был забит думаю да что же это такое зелененькое всходит а потом поняла что это укроп все было забито укропом в общем я его сполола иначе не будет урожая лука сейчас переключусь наверно на фронтальную камеру и покажу вам ну на мой взгляд порядочек у нас в огороде а потом пойду в адборис может быть немножко покажу наш красивый парк посмотрите сколько сразу образовалось у нас место нет старой яблони и я там еще не до конца разработала но буду разрабатывать дальше также вот здесь на этом месте вы не видите парнички такие были из дуг в том году я оставила и поняла что они мне не нужны все приходит с опытом друзья сразу убрал эти парники я вчера вскопала здесь этот кусочек вырыла вот такие канавки удобрила их специальным навозом в гранулах конским вот сейчас я в адрес еще два пакетика заказала вот в общем сверху все это просыпала гранулами потом залила водой мухи летают вот видите вот здесь даже можно вот эти вот коричневые вкрапления это как раз вот эти вот гранулы конского навоза и здесь планирую посадить перчик вот такие длинные длинные траншеи смотрите как сразу стало много места в этих парничках у меня росло несколько кустиков перца в том году и не так уж и много было не завалится бы урожая ну потому что стоял вот так парник там дорожка возле парника здесь дорожка и короче много места в общем вчера много места занимала в общем я вчера это все убрала скопала а потом вырыла вот эти траншеи вот эти перегородки вот вы видите из остатков нашего кварц винила поскольку это можно сказать пластик это я сделала вот такие запруды потому что когда проливала эти лунки вода в общем покат вот сюда и естественно когда будет поливаться перчик ну не будет хватать вся вода будет сливаться по колизе поэтому вот не выбрасывайте такие вещи вот остаточками ламината я вот так вот запруды такие сделала эти теперь в каждом отрезочке вода короче не будет вся сливаться вот сюда вот вчера этим я занималась здесь тоже весь лучок чистенький смотрите какие ровные рядочки даже вижу сейчас вон укроп весь видите не весь укроп убрала все равно сходит короче все подпушила все прополула предварительно поливала вот здесь стояла яблоня посмотрите сколько места вот эту клубнику тоже уберу она здесь вообще не нужна я ее перекопаю она уже старая вся он один одуван прорвался я здесь очень много выпала одуванчиков посмотрите сколько стало места просто обалдеть и вишня это не в тему было здесь в общем сейчас поскольку здесь нет ни яблони ни вот этой вишни сразу стало много света много солнца вот здесь до где-то до 12 до часу пока солнышко не начнет поворачивать туда он у каких же облачка красиво обалдеть любуюсь вот вот здесь вот все время солнце вот мне стало протаскивать удобно сланг вот сюда поливать вишни вишни почему-то вот это войлочная вишня она в этом году цвела и там где цвела почему-то засохли вот эти веточки видимо и пока не хватает мощи вот все прополивала я здесь два дня поливала прям заливала такая сухая сухая земля и картошку тоже поливала вот уж такое где это видела уже начинает сходить смотрите сколько стало место теперь сейчас покажу вам вот этот парник из окон я тоже разобрала оставила вот эту одну часть ну чтобы ветра как бы немножко ветра защита пусть небольшая но она все-таки есть тоже здесь скопала вот эту часть тоже вскопаю оставлю вот здесь одну дорожечку чтобы можно было ходить в тепличку а вот это все место высвободилось здесь очень солнечно рамы сложила вон там в конце огорода не знаю пригодятся они нам не пригодятся пусть пока лежат там и заметила что когда сделался забор стало немножко ну потише с ветром не так ветер дует в огороде не так трепет растения здесь в луночках посадила я этот кабачок и скандер вот по моему 6 лунок а в тех четырёк посадила арбузики будут не будут ну в общем посадила это лето у нас будет вроде как солнечная жаркая может быть что и вырастет здесь тоже все по пропалывала в общем по убирала здесь куча кирпичей лежала и убрала они не нужны были в том году чтобы держать ну эту затеняющую сетку высадила я здесь посмотрите какое поле помидорок даст бог больше мороза не будет ну вроде то вроде то уже не будет заморозка вот все они здесь по принимались конечно переболеют но вот заметила те помидоры которые не разделяла просто горшок вытаскивала и сразу в лунку они вот все зелененькие стоят а те которые росли вот этот вот большой их нельзя два было оставить я разделяла их этот большой и вот тот большой разделяла корни и вот они болеют конечно сильнее видите листики такие пожелтевшие вот высадила здесь послен который остался в тепличке и не погиб вот здесь четыре кустика там где-то по две штучки в одной луночки в общем пока хватит крыжов не щек тоже поливаю там есть на нем уже ягодки все пока стоит зелененькая пока влага в земле еще кое-какая держится но все равно поливаю уже малину поливаю вот вот здесь посадила тыкву в этом году сажала только арбатскую тыкву очень она мне нравится ее чистить удобно это я сверху притрусила немножко опилками чтобы ну после полива дырок не было в земле сейчас подпустить не могу пока не взойдет тыква вот здесь не хватило опилочек вот это все и вон там еще одна лунка это тыква в том году очень много было тыквы представляете у меня до сих пор лежит тыква большая как не арбатская такая большая овальная что ли яблонька вроде как принялась даже уже цветет обалдеть это яблонька конфетная до конфетная вот так что рассказала вам немножко о делах огородных ой ну прям вообще как же хорошо что там нет сейчас этой яблони вот она в конце огорода ветки от нее вот так вот заслонили мы как забор сделали что ли там рабица есть но все равно и можно использовать когда ветки подсохнут можно использовать будет как дрова когда жарить шашлык очень хорошая фруктовая дрова клубничка тоже вся в этом году хороша ну что-то как-то есть конечно цветы есть ну посмотрим что бог даст посмотрим сейчас пройду вам покажу еще для тех некоторые ну мало мало комментариев было что не надо спиливать яблоню в этом году их вообще не было в том году типа не надо спиливать ну во первых друзья я попробовала эти яблоки они мне не понравились во вторых я вам покажу что там как она вообще жила это яблоня здесь порядок вы видите все покрасили я и лёшек потом докрашивал и вот сюда я стаскала вот эти вот пинки большие от яблони посмотрите как это яблоня жила вот это вот яблоня это вообще я хочу использовать вот это вот как кашпо может быть когда-то посажу туда цветочки и расставлю где-нибудь по огороду ну не по огороду во дворе может быть вот посмотрите как жила это яблоня я так думаю что ей больше пятидесяти лет наверное как построили вот этот вот дом и посадили яблоню и друзья она уже конечно же свое отжила вот еще будем использовать тебя моя хорошая как дрова сделаешь нам вкусный шашлычок но ты пожила моя хорошая вот да не сходила я с вами в теплицу сейчас покажу что в теплице вот здесь я тоже мало мальски великен сгребла потихонечку остались вот эти вот кирпичи куда-то их сложить или выкинуть и и здесь тоже будет в этой части порядочек и тоже сразу освобождается когда порядок сразу становится много места ну на этом месте будет у нас беседка я думаю что вы помните те кто смотрит мои воли кирпичи все знают что там у нас будет красивая беседка так наверное уже пора и тепличку открыть я что-то про нее забыла ух да надо открыть в теплице я планирую в этом году посадить огурцы никаких больше помидор в теплице вот вот они мои огурчики уже выбрасывают он видите уже полноценный листик вот это у меня дынька она здесь будет расти тоже пока там 2 3 листочек не выбросит а вот далекоз далекоз у меня не очень хорошо взошел из 14 семян взошло 8 вот вот здесь тоже был далекоз но не взошел и поменя тоже вон только один этот наклевывается не знаю в этом году наверно ничего не получится у меня с ипомей перец в этом году тоже неважный вот там еще стоят помидоры но не знаю буду я их сажать не буду видите я немножко затенила с той стороны затеняющий сеткой теплицу очень жалко жарко здесь раз тишкам машин и сразу как-то они перестали желтеть меньше сохнуть в том году я покупала 500 рублей по моему стоит вот это вот или 300 не помню уже затеняющая сетка она очень хорошо спасает растения от жары вот здесь перец очень плохой скорее всего я вообще его выкину или рано я его в этом году посадила или неправильные лунки сделала ну в общем не получилось перцем у меня в этом году будет попытка номер два вот здесь высадить перчик может быть получится поэтому расстроенная я разобрала эту теплицу и здесь скорее всего посажу будут у меня дыни вот с той стороны арбузы как раз или арбузы как раз вот это стена из окон будет немножко отделять дыню от арбуза вот и вчера вчера я еще посадила семена огурчиков уже в открытый грунт вот здесь пять луночек посела в том году здесь было очень много огурчиков вот помните здесь росла его смородина жималась видите все убрала теперь все это растет у меня в палисаднике и наверное это правильно а вот эту клубничку я потом раз сажу вот вот такими делами переструбации перекопкой посадкой друзья я все это время занималась вязать сейчас не вижу прихожу уставшая недовязание руки устали спина устала уже либо когда дождь будет либо уже поздней осенью вот так распушилась моя черешенка и уже зацветает сейчас я вам покажу зацветает вот это как это называется витреница да вот и в этом году скорее всего видите бутончик уже прям набухает у пиончика вот а ириса что-то я не вижу стрелок может быть они позже пойдут но пока никаких стрелок здесь у ириса не вижу ну да ладно зелененькая и уже радует глаз вот какой папоротник прям супер стена закроется стена заплетется будем ставить здесь заборчик может быть потом посажу сюда актинидию будем кушать киви так ладно домашние огородные дела я вам все показала и и иду теперь в адберес ну что друзья я в парке показываю вам бывший дом пионеров да ладно серьезно мужчина напугал говорит бывший дом пионеров не знаю какой дом пионеров там жила семья в общем сын и мать мама спаслась спасли а парень погибел очень жаль очень жаль трагедия конечно еще не так давно была в том году по моему но вот в этом году уже стали разбирать это сгоревшее здание я как раз кстати шла и смотрю мужчина ходит в общем что-то высматривает я так и поняла что он будет заниматься этим домом вот разбирают разбирают и потом конечно же что-то будут строить покажет время я конечно же вам тоже покажу что там будет я никогда не ходила вам вот давайте вот здесь пройдемся здесь у нас вот такая беседка и большое 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 поле с оврагом здесь зимой детвора катается как же мне нравятся вот эти пирамидальные тополя они мне напоминают мою родину донбасс в крыму очень много их вот в средней полосе тоже они есть березка как макушка то ли молния ударила высохла да наверно молния ударила ой церквушка наша очень зелено чисто и тепло уже вот по траве не так гремит моя тачка вот здесь зимой детворе растолье такая вот горка крыша это танцплощадка но что-то она не работает ее отремонтировали все сделали но в том году я ни разу не видела чтобы она была открыта вот сейчас вот здесь выйдем ой ну сегодня прям облака сказка просто очень красиво я представляю как на речке сейчас красиво с отражением вот таких облаков вот в том году нам поставили вот вот эти арки такими фонарями круглыми здесь вечером все горит все светится танцплощадка вот коленечки вот здесь еще что-то сейчас покажу какая-то палатка что-то будет продавать давно я не гуляла столе вот клумбочки здесь тоже ну как-то бедненько засажены какие-то питомни совсем еле живые вот какая-то палатка что-то будут продавать может прокат очередной но прокат у нас уже есть здесь тоже красота красивая пергола скачали а там уже опустили зимой поднимали вот эти полумесяцы сейчас опустили сейчас мы пройдемся я вам покажу вот эти котели вечером светятся видите какая красота скамеечки плиточка вот вот ой красота детям развлекаловка вот они светятся вечером разными цветами ох какая березонька красавица ну что пройдемте посмотрим на смотровую площадку уже тепло уже вам покажу наш нижний парк там тоже красиво вот видите новая плиточка у нас здесь а вот этот кораблик делали художественная ковка по-моему называется предприятие в Чикогине мы туда с Лешком обязательно съездим я хочу там заказать кованая крылечка это фонтан это фонтан он еще пока не работает вот из боковых частей вы видите там сопла какие оттуда течет вода вот такой красавец наш кораблик красота вот тепло ветерочек прям хорошо а вот открывается вид на нижний парк там тоже вот я вижу будет бассейн дорожки речка течет красота а вот это наша смотровая площадка сейчас я вам показываю дом Неншикова а вот это мы идем на смотровую площадку ее тоже починили сделали такую перголу поставили скамеечки здесь свадьбы обычно фотографируются молодежь вечером сидит ой очень красиво посмотрите какой вид вот мы когда проезжали совершенно случайно через город Чеплыгин ехали из тела Каликина это 20 км вниз туда еще южнее от Чеплыгина и когда мы проезжали по вот этой дороге я увидела вот эту красоту и все я влюбилась и я сказала я хочу здесь жить вот и потом конечно же стала рассматривать дома в городе Чеплыгин я не знаю увеличен, увеличен вот немножко мы приблизила морячушка чистота а вот там городской пляж на нем наверное навят на нем песочек но мы на него ни разу не ходили а построили вон городок для деток новый в том году его не было но это нужно спускаться чтобы поближе вам показать как-нибудь покажу троицкий собор самая высокая точка красивые домики ну а я иду в Вальборис прогулялись немножко с вами по парку вот эта арка тоже очень красивая но раньше сажали какие-то бьющиеся это все заплетала и было очень красиво в этом году что-то я не вижу чтобы там что-то посадили я еще как-то смотрела видео она горела еще эта арка то есть подсвечивалась вот это была красота вот ну все друзья пока прерываюсь в магазин в магазин